Всем привет, в этом видео я расскажу как восстановить утерянные данные со съемного жесткого диска, USB флешки или карты памяти с файловой системой Linux. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Популярность операционной системы Linux продолжает расти, с каждым днем ей пользуется все больше людей. В настоящее время самыми популярными операционными системами семейства Linux являются Ubuntu, OpenSUSE и Fedora. Эта операционная система широко используется в основном благодаря открытому исходному коду. Это означает, что пользователям разрешено изменять и распространять исходный код как в коммерческих целях, так и в некоммерческих программах в соответствии с стандартной общественной лицензией. Дистрибутивы охватывают ядро и вспомогательные библиотеки и утилиты. Система Linux использует разные типы файловых систем, такие как X2, X3, X4, XFS и Razer FS. Хотя Linux отличная операционная система, она не может избежать потери данных. Файлы, хранящиеся в разделах Linux на съемном носителе или флешке, могут быть случайно удалены или отформатированы. Диск может стать нечитаемым или выйти из строя. И как известно, потеря важных данных может быть очень болезненной. Чтобы избежать проблем с потерей информации, рекомендуется создавать резервные копии данных и хранить несколько резервных копий. Однако лишь немногие пользователи осознают важность резервного копирования. У большинства пользователей нет свежих резервных копий или они вовсе отсутствуют и они сталкиваются с проблемой потери информации. К счастью, сейчас не нужно отчаиваться раньше времени, потому как есть множество утилит, которые помогут восстановить утерянные данные. Данные можно восстановить, потому что информация не удаляется сразу с диска, а еще некоторое время хранится на нем, пока не будет перезаписано. Если вы столкнулись с проблемой утери информации с Linux-разделов, с файловой системой X4, 3 или 2, воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery. Существует множество программ для восстановления данных, но не все они поддерживают файловые системы Linux. Hetman Partition Recovery быстро просканирует ваш диск и отобразит найденную информацию на экране. Вам останется лишь найти нужную и восстановить ее. Важный момент, после случайного удаления или форматирования устройства ничего не записывайте на него и не сохраняйте никакие данные, так как все ваши файлы восстановимы до того момента, пока не будут перезаписаны новыми данными. Чтобы вернуть утерянную информацию со съемного устройства, вам понадобится компьютер с операционной системой Windows. Для восстановления данных сделайте следующее. Сперва убедитесь, что устройство подключено к компьютеру. Операционная система Windows не поддерживает файлов системы X4, 3 и 2. Такой диск будет отображаться как неопознанный и система предложит его отформатировать. Форматировать не нужно, жмем отмена. С помощью нашей программы вы сможете увидеть содержимое данного диска и восстановить утерянную информацию. Загрузите и установите программу Hetman Partition Recovery. Запустите утилиту и в главном меню или менеджере дисков выберите ваш диск, флешку или карту памяти, с которой нужно восстановить данные. Кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть или дважды кликните по диску левой кнопкой мыши. В следующем окне выберите необходимый тип анализа. Сперва рекомендуется выполнить быстрый анализ. Это займет меньше времени и вы увидите все содержимое диска. Если в результате анализа программе не удалось найти утерянных данных выполните полный анализ. По завершению программа отобразит найденные файлы и папки в правой части окна. Кликнув по любому из файлов вы сможете увидеть его в предварительном просмотре. Отметьте необходимые для восстановления файлы и нажмите восстановить. Укажите путь куда сохранить файлы и нажмите сохранить. После окончания процесса сохранения их можно посмотреть в папке по указанному ранее пути. Хотя Hetman Partition Recovery на данный момент еще не может работать под Linux, но он без труда может восстановить данные с файловых систем Linux. Программа поддерживает форматы X2, X3, X4, XFS, RazerFS и другие. Еще один важный момент сохранять файлы на тот же диск с которого восстанавливается информация не рекомендуется, потому как это может затереть часть информации. И в заключении хочу сказать следующее, лучший способ избежать потери данных выполнять регулярное резервное копирование. Но если у вас нет резервной копии и вы допустили ошибку при разбиении диска на разделы, случайно удалили важную информацию, отформатировали диск, флешку или карту памяти не паникуйте, до тех пор пока вы не записали данные в это пространство вся информация остается там, ее можно восстановить. Главное вовремя предпринять меры и выбрать хорошую утилиту которая поможет их вернуть. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.